31 августа 1942 года в Анапу вошли немцы. Испытав все тягости фашистской оккупации, Черноморский город не склонил своей головы. Непомерной ценой далась эта победа, но Анапа всегда останется городом-крепостью, неся высокое звание города воинской славы. Это очень важная дата в жизни всех анапчан, потому что с этого времени у нас начинается отчет мирного времени, когда мы, наши предки и отцы, в первую очередь, а потом мы продолжили славное дело по восстановлению экономики нашей страны и наша любимая Анапа. Этот мемориал построен именно в этой части курорта не просто так. В годы Великой Отечественной войны на этом месте располагался передвижной госпиталь. Умерших от ранений хоронили тут же, в братской могиле. Настоятель Свято-Ануфриевского храма, отец Геннадий, совершил панихиду по погибшим, а затем память о русских воинах почтили минутой молчания. В числе участников митинга – кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Старшинова. Для них такие мероприятия очень важны, ведь, будучи сами под погонами, они всегда помнят о том, что являются защитниками своего Отечества. Берет гордость за тех, кто воевал, освобождал Анапу. Спасибо ветеранам, которые сделали все это для нас, подарили нам чистое небо над головой. Среди участников митинга были и те, для кого освобождение Анапы стало семейным праздником. Наталья Пономаренко – дочь ветерана Великой Отечественной войны. Ее отец в числе воинов Советской Армии 74 года назад освобождал город от оккупантов, а мама помогала партизанам. Мой отец освобождал наш город, курорт Анапы, он был морская пехота. Я поздний ребенок у родителей. Мама была тоже трижды приговорена к расстрелу за пособничество, за помощь партизанскому движению. Она на самом деле помогала, чем могла делилась, хотя и своих у нее четверо детей было в годы войны, но все равно приходили тайком партизаны, на хоть кусочек маленьких хлеба, хоть кусочек мамалыги. В завершение мероприятия к мемориалу легли венки, цветочные корзины и десятки гвоздик, как символ того, что память о героях-освободителях живет в сердцах благодарных потомков.